Детское радио представляет Сказки народов мира Волшебные руны Вирон Каннесса Карело-финские сказки Если судьба забросит вас на Европейский Север, вы не сможете миновать хотя бы одного из тысяч и тысяч озер страны Финляндии или Суоми, как ее именуют сами финны. Дойдете до берега Черного озера Мусталампи, кликните духа овсяного поля «Ау, Вирон Каннесса!» И если он не будет занят, он обязательно пропоет вам руну, сказку, легенду, историю. Я, например, от него услышала вот такую «Саули, юха и старые сосны». Давным-давно на самом краю Финляндии в древнем сказочном лесу росли две огромные сосны. Были они настолько старыми, что и вспомнить уже не могли, когда появились на свете. Одну звали «Подопри небо», вторую «Зацепи тучу». Как два великана сторожили сосны лес. Сосна. По-фински «Мэнту» или «Хонка». В Финляндии очень много хвойных лесов, состоящих из сосен и елей. «Эй, Хонка, их де лалюани лакаду!» «Сосну одним ударом не повалишь», – говорят финны про что-то крепкое и прочное. Неподалеку от сосен на самом краю леса ютилась маленькая хижина. Жил в ней бедный крестьянин с женой и двумя детишками, дочкой Саули и сыном Юха. В один прекрасный день отправились брат и сестра в лес, посмотреть, не попалась ли какая-нибудь дичь в селке, которую расставил их отец. И правда, в одной ловушке оказалась куропатка, в другой – заяц. Обрадовались Саули и Юха. Но вдруг заговорили птица и зверек человеческими голосами. «Отпустите нас! Ждут нас дома детки!» Удивились брат с сестрой. «Никогда еще звери с ними не разговаривали!» Подумали и освободили куропатку из заяца. «О чем угодно! Просите зацепи тучу! Она все сделает, как захотите!» Улетая, прощебетала птица. «Подопри небо и исполнит любое ваше желание!» – прокричал заяц, пускаясь наутек. Стоят брат с сестрой, глазами хлопают, понять не могут, о чем речь идет. Вдруг задул сильный ветер, сосны зашумели и услышали Саули и Юха беседу двух деревьев. «Держишь небо? Подопри небо!» – спрашивает зацепи туча. «Держу!» – отвечает Подопри небо. «Слышишь, Юха?» – говорит Саули. «Это о соснах, оказывается, куропатка с зайцем нам говорили». «Точно!» – отвечает Юха. «Давай их о чем-нибудь попросим». «Здравствуйте, уважаемые! Как поживаете?» – сказала Саули. На финский это переводится так «Терве арвой шальхонгат мито телекулу». Когда финны приветствуют друг друга, они часто говорят «терве», что значит «здравствуй» или «здравствуйте». Еще это слово значит «здоровый». Поэтому, как и у нас, в Финляндии люди при встрече желают друг другу здоровья. «Здравствуйте, дети!» – промолвила Подопри небо. И только собрался Юха попросить Подопри небо исполнить желание, как увидел, что по тропинке шагает их отец с огромным топором в руках. «Наконец-то я вас встретил! Буду сосны рубить, а вы ветки домой относите!» «Не трогай, отец, деревья!» – заплакала Саули. «Они волшебные!» – просил отца Юха. «Что только не взбредется рванцам в голову!» – подумал крестьянин. «Ладно, не буду рубить!» – сказал и пошел дальше, вглубь леса. И только скрылся из виду, как загудели, зашумели великаны. «Вы спасли нам жизнь! Просите, что хотите больше всего на свете!» – прокричали хором деревья. «Пусть выглянет хоть ненадолго солнце! Тропинки совсем не видно!» – попросил Юха. «А мне хочется весны и тепла!» – сказала Саули. «Пусть будет по-вашему!» – сказали сосны. Так с тех пор и повелось. Куда бы ни пошел Юха, всюду ему светило солнце. На пути Саули таял снег и распускались цветы. Прознал об этом чуде местный король и позвал детей к себе во дворец. Король по-фински – кунингас. Своих королей у финнов никогда не было. В средние века финнами правил шведский король, а после него – русский царь. Так или иначе, финны часто говорят «Висас кунингас туометсе ойгейн». Умный король рассудит правильно. Вскоре Юха стал королевским лесничем, а Саули – садовницей. И такого сада ни у кого раньше не было. Все в нем цвело и благоухало. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, как по-фински звучат слова сосна, хонка или мэнтю, король, кунингас. И приветствие, здравствуйте, как поживаете. Терве, митакулу. Сказки народов мира. Волшебные руны Виранканноса. Карело-финские сказки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok